Если какие-то вопросы, то опять-таки мы решим, что нужно будет. Да, все, спасибо. Паспорт, аттестат о среднем общем образовании, медсправка. Основные документы, которые требуются для поступления в любой вуз. Их можно принести лично или прислать в электронном виде. Только за последние сутки в Белгородском госуниверситете приняли около 700 заявлений от абитуриентов. Всего вуз в этом году планируют набрать 6,5 тысяч человек. Треть из них на бюджетной основе. Кроме привычных специальностей, в перечень профессий вошли пять новых направлений. Мы стараемся ежегодно открывать по несколько направлений подготовки. В этом году не исключение. Это биотехнологии, это биотехнические системы и технологии, это медиакоммуникации, это физические процессы горного и нефтегазовой промышленности. Лидируют у абитуриентов медицинские специальности. За ними управленческие и экономические. Растет интерес молодежи и к педагогическим направлениям. Тем более, что здесь больше всего бюджетных мест. Я решила прийти на специальность педагог русской литературы. Потому что, я считаю, этот вуз престижный, он близко к дому находится. Зачисления традиционно происходят по результатам ЕГЭ. Кроме того, вузы учитывают индивидуальные достижения абитуриента. Так, дополнительные баллы будут начислены победителем и призером олимпийских, паралимпийских игр, чемпионом мира или Европы. Золотой знак ГТО, аттестат с отличием или победа в предметной олимпиаде также принесут бонусы своим обладателям. Для удобства абитуриентов и их родителей в приемной комиссии работает колл-центр. Здесь готовы ответить на все вопросы. Если вы не переступили порог минимальный по экзамену по профильной математике, то на эту специальность вы не можете подать документы. В технологическом университете тоже аншлаг. В этом году здесь готовится принять около 1700 бюджетников. А всего ряды вуза пополнят около 4000 студентов, как из России, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. Наш университет ведет подготовку в основном по инженерным направлениям подготовки и является одним из ведущих вузов для подготовки кадров в области строительства, механизации, горного дела, электрификации и так далее. Ведется набор в этом здании как на направление бакалавриата, на специальности, в магистратуру и в аспирантуру. В этом году впервые объявлен конкурс на обучение по специальности «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». И хотя бюджетных мест здесь пока нет, интерес к профессии велик, в том числе и среди работающих специалистов в сфере ЖКХ. Потребность в соответствующих специалистах очень высока, потому что жилищно-коммунальное хозяйство – это огромная отрасль, и там как раз не хватает выпускников с базовым профильным образованием. Там широкий спектр от экономики, как рассчитать себестоимость, как составить смету до, естественно, технических вопросов, как обустроить территорию, какие мероприятия нужны. Это, в общем-то, широкопрофильная специальность. Высокий уровень подготовки специалистов в белгородских вузах известен далеко за пределами региона, а поэтому учиться к нам едут и соседи. Михаил Горбатых приехал поступать в БГТУ из Курчатова. Его здесь заинтересовала профессия электроэнергетика и электротехника. Когда приехал, мне очень понравилось, как тут вообще обстановка, понравилась внешняя территория, сам институт, преподаватели очень добрые, очень вежливые город, сам чистый, аккуратный. Кампусная система мне очень понравилась. Помимо того, что на территории института спортивный комплекс, очень много всяких развлекательных программ, тренажерных залов, общежития прямо на территории вуза – шикарно. А вот белгородка Оксана Остапенко всегда знала, что будет поступать в родной технолог. Специальность девушка выбрала совсем не женскую – строительство. Знала, что, конечно, нелегко. Училась усердно два года с репетиторами, с учителями. Очень много, конечно, училась. Но я написала достаточно хорошо ЕГЭ. Ну, я довольна, в общем, своими результатами. 191 балл у меня в общем. Физика, математика, профиль и русский. Вот, ну, я думаю, поступлю. В эти дни приемные комиссии работают во всех вузах города. Подать документы на дневную форму обучения по направлениям бакалавриат и специалитет в них можно будет до 26 июля. Ксения Голуб, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.